Все свое существование человеческая цивилизация стремилась к комфорту и удобству. И если в древности для людей того времени пределом мечтаний была мягкая шкура убитого животного и костер, который согревал в холодную погоду, то сейчас современная цивилизация может удовлетворить практически любой запрос по комфорту и удобству для любого человека. Стиральные машины, умные лампочки, роботы-пылесосы и масса других вещей, которые нужны нам в повседневной жизни, они-то и создают нам комфорт. Но существует высочайший перечень товаров и продуктов современной цивилизации, которая обеспечит высочайший комфорт для повседневной жизнедеятельности человека буквально за сущие копейки. И приобретение этих божественных вещей настолько сильно упрощает твою жизнь, что даже сам Илон Маск кусает локти от того, что не додумался до этого сам. Эх, а если бы он еще видел это сам своими глазами? Вот что вас волнует больше всего, когда вы выходите из дома? Выключен ли утюг? Покормил ли я кота? А? Закрыл ли я вообще дверь, когда уходил? Конечно же нет, но глупость же, ну? Самый важный вопрос, который волнует меня при выходе из дома, это хватит ли зарядки моему телефону, а то вдруг он опять разрядится в середине дня. Мобильный телефон всегда разряжается в самый неподходящий момент. Но мы же не видим состояние батареи и не в силах сэкономить заряд. Правда. Но благо существует телемагазин, который нашел выход из этой ситуации. Умный кошелек. Два в одном от Лямакс. Умный кошелек. Звучит многообещающе, не правда ли? Он что, тратит деньги за место меня? Умный кошелек. Это уникальное сочетание кошелька и портативного зарядного устройства. Шедевр. Объединить обычный кошелек с обычным пауэрбанком, это наигениальнейшее решение. Если уж терять, так все сразу. Давай не оставим себе ни единого шанса. Надежный кошелек и зарядное устройство, соединенные в одном компактном устройстве. Люди кладут в кошелек деньги, банковские карты, кто-то даже лекарства серьезные там хранит. А давайте носить этот предмет еще больше и тяжелее. Это же умный кошелек. И, видимо, он умнее хозяина. Теперь вы сможете зарядить свой телефон в любой момент, в любом месте. Интересно, а если все это лежит у тебя в сумке или в портфеле, это будет считаться умной сумкой? Как назло вокруг, никакой возможности его подзарядить. И почему этот парень сидит в палатке с таким видом, будто никогда не знал, что за городом на отдыхе не существует розеток? Никакой возможности его подзарядить. Он вон уже даже зарядник приготовил, кто его так жестко обманул? А, извините, а какого дерева подключить мой телефон? Просто подключите свой телефон к умному кошельку. Фух, ну хорошо, хоть дали пауэрбанк. А то ведь, как вы знаете, на природе, когда отдыхаешь, ведь со скуки можно сойти с ума. Одной жертвой меньше. Оставайтесь на связи всегда и везде. В лесу, на даче и даже высоко в горах. Оставаться на связи высоко в горах? Мне кажется, или в таких местах связь в принципе не ловит, потому что там нет антенн. И никакой умный кошелек тебя при всем желании не выручит. Так, Леомакс, спокойно, нам не нужна умная антенна. Не надо. Выходя из дома, вам нужно взять с собой всего две вещи. Умный кошелек и свой телефон. Окей, я бы мог сказать, что я не беру с собой телефон. Я не хожу на улицу, но меня мучает вопрос. Если у человека так плохо держит аккумулятор, что он даже по улице ходит с вашим умным кошельком. Не проще ли купить новый аккумулятор и заменить его в телефоне, или в принципе заменить телефон? Не будет ли это как минимум проще и рациональнее? Суперумный телефон. Телефон, в котором есть аккумулятор, который не разряжается каждые 10 минут. Вау, я думал о таком только пишут в книжках. Умный кошелек намного практичнее и надежнее обычных собратьев. Надежнее? Потерять две вещи как одну? Серьезно? Ну ладно, окей, ты такой внимательней, что потерять что-то ты в принципе не можешь. Но ничего, что ночью на зарядке, просто в кармане или от сильного удара, аккумулятор в этом бавербанке может просто начать плавиться или взорваться. Я ни на что не намекаю, но как бы там деньги, они в пластмассе, а пластмасса имеет свойство плавиться, там еще и пластиковые карты, Ну, надежненько, ничего не скажешь. Он будет продолжать работать, будучи замороженным в куске льда. Здорово, отличный аргумент при покупке данного девайса. Каждый же из нас каждый день ночует в морозилке в минус 20. Это очень важная функция для моего телефона, чтобы он работал. Мое уважение. Установлен специальный защитный блок, который не позволит злоумышленникам списать деньги с карт. Но судя по тому, куда уставился владелец данного умного кошелька, этот кошелек можно просто-напросто своровать. Одна кража по цене двух. Да и какой смысл носить телефон и пауэрбанк с кошельком, если даже когда ты поменяешь аккумулятор в телефоне, и тебе не понадобится пауэрбанк, тебе все равно придется носить с собой кошелек. Да и вообще, вы когда-нибудь видели, чтобы люди, выходя на улицу, брали с собой только кошелек без сумки, без портфеля, барсетки? Ну серьезно, вот уж крайне сомнительная вещь, которая своему владельцу принесет хоть какое-то удобство и комфорт. Чего не скажешь об очередном нововведении этого магазина. Вам не надоело каждый раз тянуться к зарядке телефона на полу? Ну может стоит встать и поставить телефон на зарядку? Нет, нужно тянуться. А искать под кроватью закатившийся туда пульт от телевизора? Ну может стоит класть пульт в одно и то же место, чтобы потом его не терять? Нет? Для того, чтобы необходимые вещи всегда были под рукой, совсем не обязательно спать вместе с ними в кровати. Знаете, сложилось впечатление, что этой дамочке просто нет ящика для вещей. Или ее кровати есть ящик для вещей? Умный столик. Теперь ваш телефон, книга, очки или пульт от телевизора всегда будут рядом с вами. Почему бы просто не купить тумбочку, в которую можно сложить свои вещи, крема, косметику, просто на нее что-то поставить? Зачем себя истязать? Умный столик удобно, надежно и безопасно. Умный кошелек, умный столик. Вам не кажется, что предметы от Лео Макса немного умнее своих владельцев? Просто зафиксируйте умный столик между матрасом и каркасом вашей кровати. И надежная подставка готова. И надежная подставка готова. Это просто верх гениальности 21 века. Я говорил, что данные привилегии комфорта доступны лишь избранным. Не забудь подписаться, чтобы стать сверхразумом. Я тебя еще и не такому научу. Больше вам не придется тянуться к шнуру и выпутывать нужные из клубка похожие. Ну, может быть, купить умный кошелек, нет? А у вас случайно умные вещи в супер-мега-умного трансформера не собираются? А то вот так вот накупишь себе много умных вещей, они тебя еще и на работу ходить заставят. Хм, на что-то это похоже. Установите умный столик между подушками дивана и разместите на нем закуски. Да чего уж мелочиться, давайте на нем чей-нибудь юбилей отметим. Зачем нам стандартные столы? У нас же умный стол. Но если у вас есть умный столик для компании, то зачем вам стеклянный журнальный столик в доме? Хм, как-то это странно. Может быть, еще актеры данной рекламы используют нормальные телефоны с нормальными аккумуляторами? Вы можете использовать умный столик и в больших помещениях, и в маленьких. И ночью, и днем. Его можно использовать еще и днем? Нет, это уже точно какая-то магия. Дайте два. Просто переверните столик другой стороной, и он совсем перестанет занимать место. А знаете, что еще не занимает место? Отсутствие этого столика. Книга или стакан с любимым напитком теперь всегда под рукой. Вот уж точно под рукой. Одно неверное движение и стакан на полу. И не поспоришь. Умный столик всегда остается там, где вы его установили. Это просто нереально. Но без колдовства, я так полагаю, здесь точно не обошлось. При этом он просто заменит вам прикроватную тумбочку или приставной столик. Заменит тумбочку и прикроватный столик, но не заменит гребаных крепежей для ружья, твою мать. Оверо 100 миллионов американцев держат в своих домах для защиты. Ружье под рукой во время сна, вот что действительно нужно человеку, а не ваш умный столик. Ну или хотя бы мускулистое, точеное, рельефное тело, чтобы тебя все боялись. Что нужно, чтобы получить мускулистое, точеное, рельефное тело? Наверное, ходить в зал, соблюдать диету и хотя бы полгода усиленных тренировок. Вот так вот, 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 вот так вот. Shake Break for Men принесет вам желаемый результат всего за 6 минут упражнений. 6 минут упражнений в день для того, чтобы у тебя было мускулистое, рельефное и точеное тело? А как же качалочка? Вы что, хотите, чтобы все качалки закрылись? Мышцы сокращаться до 240 раз в минуту. Быстро нарастите форму, объем и силу. Мне кажется ли это звучит, как минимум, странно. Ведь если бы он был так хорош, что качалкой действительно позакрывались бы и растеряли своих клиентов. Достаточно всего 6 минут. Фух, дадите мне все. И почему в подобную рекламу всегда приглашают огромных накачанных быков? Я настолько туп, что должен поверить в то, что эти люди накачались благодаря данным тренажерам, которые, откровенно говоря, похожи на дрочь? Звучит правдеподобно. Энтузиазм. Ты уничтожила его больше всех. Эту штуку. Почему ты все еще продолжаешь? Но что-то я не вижу вокруг себя накачанной молодежи. Если вы понимаете, о чем я. Мы обратились к лучшим специалистам по биомеханическим исследованиям. Серьезно? Я должен поверить, что это настоящий врач, который взахлеб рассказывает что-то другому врачу? Вы людей настолько тупыми считаете? А эту анимацию рисовал фонд здравоохранения, что ли? И что показывает этот график? Вот, посмотрите, красная линия намного выше нарисована, чем синяя, поэтому данный аппарат лучше, чем качалочка. Понятненько? Ваши руки, грудь, плечи станут гореть всего через 6 минут. А я знаю, как заставить их гореть намного раньше и дольше. Берете спички, берете бензин. Это ваш путь к крепкому здоровому телу. Серьезно? Это мой путь к нерациональной трате денег на подобные барахло из телемагазинов. И этот путь я совершенно никому не рекомендую. Справедливости ради я должен сказать, что не все вещи из телемагазинов являются кромешным бредом. Многие из них можно отнести к разряду дешево и сердито. Другие же можно гораздо дешевле купить на Алиэкспресс. А остальные же это откровенная ложь для впаривания, дабы на этом заработать. И судя по тому, что этих телемагазинов огромная куча, бизнес процветает. Это просто потому, что люди не видели мой ролик. Поддерживай видосен лайком, нажимай на колокольчик у меня на канале, чтобы не пропускать стримы. Подписывайся, если ты еще не подписан. А с вами, как всегда, был Джейн. Увидимся!